Туристический гид Серил Набе и другие волонтёры совершают рутинный обход. Лес Вахибола находится на восточном побережье острова Мадагаскар на берегах канала Пангалан. И он последний девственный лес региона. Здесь, как и везде в других джунглях на острове, обитают лемуры, хамелеоны и ядовитые лягушки. Всё это разнообразие привлекает туристов, которые обеспечивают местным жителям стабильный доход. Однако уникальный лес находится под угрозой. Десятилетиями на острове ведут незаконную вырубку деревьев, а также выжигание территории под сельскохозяйственные угодья. «Площадь этого леса – две тысячи гектаров. И 500 гектаров уже уничтожили огонь или лесозаготовители». Впрочем, местные жители решили не сидеть сложа руки, ведь от леса и туристов зависит их жизнь. Они объединяются в группы и патрулируют леса в поисках нелегальной деятельности. «Дождей мало. Водных запасов уже не хватает. В частности, на полив полей. Как только я услышал, что нужно защищать лес, я сразу вступил в ряды рейнджеров. Молодым людям нужно понять, что спасать лес очень важно». Мадагаскар – четвёртый по площади остров мира. 80% млекопитающих, которые обитают на его территории, – эндемичные виды, то есть их больше не найти нигде в мире. Неудивительно, что экотуризм – это основная статья дохода туристической отрасли в целом. Согласно исследованиям, более половины леса Вахибола уже исчезло. Многие местные жители винят в этом местные власти и коррупцию. Через Ассоциацию по защите Вахиболы они подали иски в надежде защитить лес. «Мы впервые подаём в суд на местные власти за превышение должностных полномочий, за разрушение леса, клевету и произвольные аресты». Уникальные флора и фауна сохранились на острове благодаря его изолированности от континентов. Здесь всё шло по своему пути развития последние 160 миллионов лет.